Письков объявил, что решительный ответ РФ за Курскую область уже происходит. Об этом он заявил кремлевскому пропагандисту Зарубину. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит. Вы видите решительные действия наших вооруженных сил и нет никаких сомнений, что они будут продолжены. Ничего нового. Бомбить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру – это и есть мощный ответ так называемой второй армии. Ну а тем временем расисты в очередной раз обстреляли баллистикой второй по величине город Украины. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, удары по Харькову российские неонацисты нанесли 1 сентября около трех часов дня. Массированный обстрел был произведен с территории Рашистской Федерации. По меньшей мере, семь баллистических ракет «Искандер» или их северокорейские аналоги попали в трех районах Харькова. Под удар попали гражданские объекты – дворец «Спорта», «Новая почта» и торговый центр. Тем временем Z-пропагандисты кормят вату говном и любой удар по гражданской инфраструктуре называют поражением склада боеприпасов. Или базы НАТО. Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. Российские вооруженные силы. Никаких ударов по городам. Ни по каким гражданским объектам. Ударов не наносят. Ну вот на наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. Вот завершился визит украинской делегации в Вашингтон, где обсуждали усиление ПВО Украины, дальнейшую поддержку ВСУ и возможность украинской армии бить по военным целям в России. Давайте подробно остановимся на последнем пункте. На ваш взгляд, что изменится, когда ВСУ смогут бить вглубь территории противника? Действительно, мы видим, какой большой урон Украине. Гражданским объектам Украины наносят российские бомбардировки. И поэтому Украина должна получить что-то, чтобы отвечать. Именно поэтому разрешение от, в первую очередь, США на применение их оружия по тыловым военным объектам России является одним из главных приоритетов президента Зеленского. И именно это было одной из тем для визита украинской делегации в Вашингтон. Мы, естественно, не увидим официальных публичных результатов, потому что это очень тонкие вещи. Разве что по факту применения. Потом поймем, насколько и когда было дано такое разрешение. Но да, для Украины это возможность достичь паритета и сдержать российскую авиацию, которая взлетает с телевых аэродромов и потом наносит удары по Украине. Сегодня единственное оружие сдерживания для Украины это дальнобойные дроны украинского производства. Но этого не хватает для достижения более-менее паритета. По данным Американского института изучения войны в радиусе действия украинских Атакамс в России находятся 16 авиабаз и сотни других военных объектов. И что зеленый свет от Вашингтона бить вглубь противника это очень важное решение для обороны Украины. Как вы думаете, насколько Соединенные Штаты сейчас близки к принятию положительного решения? Мы видим, что каждое серьезное решение со стороны США, да и многих других западных партнеров, оно, к сожалению, принимается не быстро. Действительно, в начале войны Украина получала только передостные зенитно-ракетные комплексы или противотанковые комплексы, потом гаубицы, боевые танки, боевые истребители. Сейчас говорится о том, чтобы получить разрешение на применение дальнобойных ракет по объектам на российской территории. И внутри США существуют разные точки зрения на этот вопрос. И часть советников и политиков считает, что это приведет к эскалации в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. А другая же часть считает, что Украина имеет полное право и Украина должна получить такое разрешение. Поэтому это во многом зависит. И вот ситуации внутри Белого дома, они наверняка будут проводить еще не один раунд дискуссий о том, как правильно помочь Украине. Вот также в последнее время участились удары дронами по российским НПЗ. Сегодня даже есть информация о том, что горит завод в Москве. Объясните подробнее, как вот эти удары влияют на способность России атаковать, продолжать вести боевые активные действия. А также, как эти атаки воздействуют на экономику Российской Федерации, что также важно. Результатом удара по гипероперерабатывающим заводам является создание дефицита топлива, в первую очередь дефицита горючих смазочных материалов для российской армии. Вся военная техника требует регулярных заправок, обслуживания, поэтому срывы этих поставок – это тоже уменьшение боеспособности. Ну и, кроме того, мы уже видели несколько волн роста цен на нефтепродукты Российской Федерации. Это тоже совпадает с международными экономическими санкциями. Именно поэтому в ответ на удары по украинской энергетике, украинская армия наносит удары по объектам российской энергетики. Это электростанции, это нефтепрорабатывающие заводы. Есть еще важная информация, которую хочется с вами обговорить. Вот Европа, США и другие партнеры Украины должны снять ограничения на использование дальнобойного оружия. Об этом заявила премьер-министр Дании на конференции по безопасности Глобсек в Праге. По словам Мэтты Фредериксон, говорить о красных линиях, когда страна находится в состоянии войны – это большая ошибка, которая играет на руку стране-агрессор. На ваш взгляд, способны ли союзники в самое ближайшее время изменить подход к ситуации и усилить поддержку Украины? Нельзя отказываться от быстрых вариантов. Но мы видим, что каждое подобное решение требует довольно длительных липоматических переговоров. И поэтому вначале о неких серьезных решениях для Украины говорят отдельные страны, их лидеры. Потом создается уже критическая масса тех, кто призывает принять это решение внутри Западного Блока. И затем уже принимают решения те, кто юридически их может принять. То есть, если это касается ракет британского производства, то это правительство Великобритании. Если американское производство, то американское правительство. И поэтому сложно прогнозировать, будет ли это решение принято в ближайшее время, или оно, возможно, уже принято с некими оговорками, либо же еще за него придется бороться. Вот как раз в этом контексте уже на следующей неделе, 6 сентября, в Германии пройдет очередное заседание в формате Рамштайн. Вот стоит ли тогда нам ожидать от этой встречи конкретных решений, если уже прежде стороны обговорили и военную поддержку, и обеспечение противовоздушными средствами Украины и так далее? Конечно, да, заседание министра обороны партнерских стран, вопрос предоставления Украине разрешения использовать дальнобойное вооружение для ударов по российским военным объектам, это будет одним из главных вопросов. Естественно, эти заседания проходят за закрытой дверью, более того, участники потокных заседаний говорили, что и телефоны остаются вне комнаты заседаний, поэтому режим полной секретности соблюдается. Об итогах мы узнаем только уже из ваших новостей, когда будем обсуждать именно применение, боевое применение этого оружия, а до того, конечно, комментарии будут довольно нейтральными и пространными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова